Я хочу, пользуясь случаем, поздравить и всех жителей Уфы, всех жителей Башкортостана с этим праздником. И хочу сказать, что эти медали, эти серебряные медали чемпионата России, они были завоеваны в честной борьбе. Это заслуженная награда и прошедший сезон однозначно можно занести в актив команде Салават Юлаев, безусловно. И все равно уже близок сезон, поэтому сегодня награждение, оно еще предстоит, но хочется все равно сказать, что желать удачи в наступающем сезоне. Вы вообще расскажите, сейчас все-таки во время приведения Куба мира среди молодежных команд совсем немного осталось, и вот сразу сломать и сказать, у нас всегда заменяется. Ну, Кубок мира, он еще не начался, Кубок мира у нас, как бы, событие, конечно, большое, но те изменения, которые произошли в Уфе за последние, так скажем, 10, там, с небольшим лет, они очень существенные. Я имею в виду и город, а те изменения, которые произошли в хоккее, в позициях башкирского хоккея на территории России и Европы, это гораздо более существенные изменения, потому что, ну, может быть, не все помнят там по молодости лет, что когда-то это была команда такая из середняков, и сегодня Слават Юлаев – это все-таки один из грандов российского хоккея, это команда, завоевавшая Кубок Гагарина, это команда, победившая в последнем чемпионате до начала КХЛ, то есть это реально большой хоккейный клуб, причем который идет своим путем, строит свою политику, последние вот несколько лет вы видите, и эта политика уже приносит дивиденды. Что-то необычное есть, все-таки вы бываете во многих городах, не только Россия, но и мир. Что есть необычного в группе? Ну что, ну, как... Социальная значимость клуба, друзья, разная, вот Слават Юлаев. Ну, Слават Юлаев, наверное, одна из самых высоких, потому что я знаю, что заявок на абонементы, на билеты гораздо больше приходит, чем мест во дворце, что, может быть, могли бы иметь дворец больше, он бы заполнялся. Что это действительно визитная карточка города, визитная карточка республики, и то есть та поддержка, которой пользуется Слават и среди болельщиков, и среди руководства, то есть она в этом смысле, конечно, уникальна на территории нашей страны, на территории КХЛ. Продолжение следует...